Приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломонос Петр, и мы поговорим о заготовке почвы под будущий урожай. На улице осень, мы снимаем дары природы, сняли уже овощи, снимаем фрукты, и как-то не задумывайся, что потом будет зима, а потом идет весна. Каждую весну нас мучает одна проблема. Как сделать так, чтобы выросла хорошая рассада? Потому что уже многие убедились, что покупные грунты не всегда обеспечивают хорошее качество рассады. Даже в самых известных фирмах всегда бывают неудачи. Поэтому, для того, чтобы ваша рассада радовала вас, сейчас начинаем заготавливать необходимые компоненты для ваших рассады, которые вы будете выращивать на следующий год на своих подоконниках. Одним из компонентов является обыкновенная почва. Понятно, что брать обыкновенную почву тоже на участке, который имеет 4 или 6 соток, всегда проблема. Где взять эту землю, чтобы не наварить рассады? И как не занести инфекцию на ваши молодые растения? Значит, что необходимо учесть? Значит, если есть возможность, значит, землю с огорода стараемся не брать. Потому что там все-таки у нас всего оборота большого нету, и почва накапливается всегда, возбудители и болезни, и вредители накапливаются, и мы их можем занести в наши рассадные ящики. Но если уж очень такая сильная необходимость, но нету просто площади, значит, знайте, что из овощных культур мы берем там, где росли бобовые культуры. Там, где росли бобовые, то есть фасоль, бобы, горух. Вот с этой участочкой мы будем заготавливать почву на наши рассадные смеси. Не берем зелью ни в коем случае из-под помидор и огуречной культуры, то есть тыквы, кабачки, огурцы, ни в коем случае эту зелью не используем в качестве рассады. Потому что в этой земле всегда много патогенов. Много патогенов, значит, наши хорошие рассады не получим. Значит, запоминаем, бобовые культуры – это идеальный вариант. Один не идеальный, конечно, один из таких лучших вариантов, чтобы найти на огороде. Но у нас на огороде, как бы правило, ни один огород, всегда есть плодовый сад. Так вот, плодовый сад – единственное ограничение, с чего мы стараемся не брать, нам кустарники. Не крыжовник, не смородин, а с под этим кустарником, потому что на них всегда очень много различных возбудителей, болезней и вредителей. Поэтому с под этим кустами почву не заготавливаем. А вот под яблоней, грушей, любыми семешковыми породами брать можно, потому что эти культуры как-то более устойчивы, это раз. Во-вторых, на этих культурах нет близкородственных овощных культур, ни болезней, ни вредителей. Под кустами культуры мы также избегаем брать землю. Ну и еще раз повторяюсь, что нежелательно брать под ягодами и кустарниками. И ни в коем случае не брать под земляникой или садовой клубникой, потому что вы занесете такую инфекцию, что ваша рассада будет падать, если они взойдя. Так что поняли, надеюсь. Но наши плодовые деревья мы также благодарим за то, что мы взяли верхний слой, даем перегной, рассыпаем и закапываем его в почву. То есть что-то забрали, а перегной восполняем недостаток питательных яшеств под наши растения. Ну вот значит, после того, как мы заготовили почву, значит мы постараемся также заготовить и перегной. Потому что, знаете, почему эти работы мы можем сделать, затарить землю в какие-то ящики, может в мешки, и она прекрасно нас доживет до весны. А весной земля мерзлая, холодная, как бы взять невозможно, отдолбать невозможно. Поэтому эту работу не откладываю на потом. Если мы берем перегной, значит почву, которую мы брали с поддерево, можно пересеивать через крупное сито, чтобы ячелечка примерно была полсантиметра. Вот, и перегной, а перегной обязательно пересеиваем. Потому что любой перегной, как бы содержит остатки, растительные остатки у него могут оставаться. В любом перегной какие-то куски стебли, все. Поэтому любой перегной также пересеиваем. Погода благоприятствует. Бывают же одни хотя бы холодные, но не солнечные. Такие дни занимаются заготовкой почвы, потому что это очень важно. Почва не должна быть такой слишком сырой. Заготавливаем почву, заготавливаем почву под плодовыми деревьями, заготавливаем перегной, все пересеиваем, затариваем и ставим в такое месте, где мы ее весной могли спокойно взять и использовать для приготовления смеси при выращивании нашей овощной рассады. Вот сделайте это весной, поверьте, что вы поймете, насколько вы себе облегчили жизнь и насколько у вас лучший результат становится при использовании многокомпонентных смесей для выращивания рассады. Вам в будущем хорошего урожая. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok